Неприятный сюрприз подложил под новогоднюю елку своим телезрителям телеканал Интер. Концерт «Жди меня в Новый год» с участием одиозных российских звезд, многие из которых известны своей антиукраинской позицией. Некоторые из них, такие как Кобзон, объявлены в Украине персонами Нонграда, заслуженно объявлены. Вспомните лишь, как подробности рассказывали, как тот совсем недавно выступал перед сепаратистами на востоке Украины и пел гимн Новороссии. Я хочу отметить, что служба информации, которая готовит выпуски новостей, программы подробности, подробности недели и черное зеркало, структурно отдельная единица на Интере. Топ-менеджмент канала не влияет на нашу редакционную политику, как и мы не влияем и не участвуем в создании проектов и программ в эфире канала. Таким образом, концерт «Жди меня в Новый год» был и для нас столь же неприятным сюрпризом, как и для миллионов телезрителей. Вообще, весь этот российский шабаш и, можно так сказать, антиукраинская оргия в эфире украинского канала вызвала огромный резонанс в социальных сетях и реакцию политиков. Так, министр информполитики Юрий Стейц на своей странице в Фейсбуке предложил запретить показывать по телевизору персон Нонграда. С критикой на своей странице в Твиттере выступил и пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Ну, а сейчас с нами на связи министр информполитики. Юрий Стейц может поговорить с нами по телефону. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Вы на своей странице. С прошедшими праздниками вас также справлю. Мне приятно слышать позицию живущего новостей телеканала «Интер». Спасибо. Давайте поговорим немного сначала о вашем законопроекте, который вы сегодня проанонсировали в Фейсбуке. В чем суть вашей инициативы? Ну, существует логика того, каким образом ограничивают присутствие того или другого человека, если он является персоной Нонграда. Потому что в данном случае ему ограничивают право въезда на территорию страны, которая объявляет ему о том, что он персоной Нонград, или нежелательная персона пребывания на территории страны. В данном случае наличие публичных выступлений подобных людей, которые, мне сложно, на русском закликают до поваления державного строя, або заполихают на Соборность Украины. Я считаю, что присутствующих этих людей в украинских медиа, это должно быть защищено, и это также должно быть подлогаться под вкусу персоной Нонграды. Юрий, а насколько радикальным должен быть этот закон? К примеру, понятно, что концерты должны мы запретить с участием этих одиозных лиц. Но если кто-то из них допустит какое-то очередное гневное высказывание антиукраинское, стоит ли об этом рассказать, как вы считаете, в выпуске новостей, например, с критичной реакцией? Так, я понимаю. Суть вашего вопроса. Очевидно, что мова идет о программе и продукции, которые не касаются выпусков новостей або информационных программ. Очевидно, что в выпусках новостей вы не сможете показать или не показать эту или иншу событию, оскільки это будет проведением цензуры. И в данном случае ни я, как посадовая особа, ни будь-який інший орган не может регламентовать выпуски новин, або впливать на них. И очевидно, что если что-то происходит, связанное с тем человеком, который есть персоной Нонграды в Украине, и оно будет стосоваться, то вы можете поведать в новинах. Спасибо. Юрий, ну вот вы дали нам такую лестную оценку в самом начале разговора о нашей работе новостейной службы. Спасибо вам за нее. Я хотел бы с вами поговорить еще о реакции другого политика. Секретарь СНБО призвал немедленно рассмотреть вопрос о лишении Интера лицензии, но при этом Александр Турчинов не упустил случая вовлечь в скандалы нашу службу новостей. Он оценил их как тенденциозные и с антиукраинским характером. Ну, не хочется, конечно, думать, что это ответ на нашу неоднократную критику в адрес политика. Вот как вы считаете, не захочется ли тем, кто не желает, например, слышать о бездействии во время аннексии Крыма, или кому-то из правительства, кому неудобно слышать вопрос о том, где реформы в стране, скажем, разобраться под шумок с неугодными новостями? Ну, сам перед, я не говорил ничего касательно ваших новостей. Я говорил, что мне подобается позиция ваша как ведущая стоимость того продукта, который показывает телеканал Интер за участием персонала Грати в Украине. Стосовно любых заяв других политиков, то, принаймні для себя, а я никогда не занимался политикой и публичным популяризмом, я бы визначил для себя, что коментовать подъемные заявки для меня не цікавим. Если мы сейчас говорим про свободу слова, або про возможный тиск на средства массовой информации, то моя позиция наступна. Я не буду в любом случае впливать или тиснуть на Национальную Раду с вопросом телевидения и рядом, которая является регуляторным органом, в том, чтобы они забрали с того или иного телеканалу лицензии. Я буду инициировать законопроекты за допомогою решений Кабміну, для того, чтобы в законный способ можно было унеможливить присутствие тех людей, которые вызывают до повышения государства в Украине на украинских телеканалах и радио. За любых обстоятельствах, ни пивспроби, с моего боку, как министра информационной политики, которая бы считалась, как попытка вплинуть или тиснуть на средства массовой информации в Украине, не буду. Ну что ж, ваша позиция понятна. Спасибо, что приняли участие в эфире. Для зрителя напомню, это был министр информполитики Украины Юрий Стейтс. Ну а вот как оценивают высказывания Турчина другие политики, например, народный депутат Вадим Рабинович. Сама суть того, что происходит в центре, является безусловной, безусловной возможностью захлопнуть демократию в стране вообще-то и рот на замок. Все, потому что у вас была оппозиция, у вас была независимая оппозиция, единственная независимая оппозиция в стране. Расправа сами, закончат прессу и покажут кому что. Продолжение следует...